Так, друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы были приглашены на небольшую презентацию от компании Макита инструмента для узкого профиля, то есть для узких задач. Нам всегда интересны новинки, так что сегодня небольшой будет у нас ролик. Разберем рабочие моменты. Смотри, сколько всего классного. Это мужской ювелирный магазин. Да, с драгоценностями. Аккумуляторный шприцеватель Макита. Да. Однозначен для смазки узлов крупногабаритной техники с олидолом. А, да, да. То есть то, что обычно это ручная штука. Тут это все абсолютно в автоматическом режиме. Стандартный 80-вольтовый акул. Блокировка. То есть создает большое давление. То есть тестировали и на старой технике, и на новой. Понятно, он продавливает везде, где нужна смазка. Смазка пальца движущего подвижного элемента. То есть очень сильно спасает, ускоряет процесс обслуживания. Данная штука, она будет съемная. Ну, она уже съемная. Будет удлиненный штуцер, там и некоторый угловой штуцер. То есть максимально, чтобы под себя можно было подобрать вот этот наконечник. И уже потом с ним работать. Ну, а тут уже как бы еще немножко дальше пошли. Тут уже появился автосигбайк. Ну, то есть... Сейчас. Быстрое отключение. То есть там всего ему надо там 18 градусов, немножко дернуть. Причем вот так вот ложное срабатывание ему сделать очень тяжело. А вот так вот видите, насколько быстрое отключение. И если меняем направление, то он именно по направлению будет работать. То есть вот ложных срабатываний максимально нету. То есть все для удобства, чтобы никаких лишних телодвижений у оператора не было. Ну и попробовать можно. Ну, 12-е давайте возьмем. Я думаю, если кто-то хочет его приподнять, понять, что это не тротуарная плитка, да. Нормально с монолита лили. Ну, в принципе, такая. Уже заметно разница, да? То есть вы можете сами попробовать, если интересно. 12-е. 12-26. Ну и обычно вот этот, когда начинаем показывать, все думают, что вот это вот, а бы что, пенопласт. Ну, то есть слышите по звуку, когда не чувствует нагрузки, он оп, упал. То есть когда нагрузка небольшая, он будет всегда в каком-то минимальном режиме. Когда чувствует нагрузку, он тогда будет уже до заданного значения, ну, в данном случае максимальное. А если нам, опять же, не надо, чтобы он там как-то лопанул сильно и пробил там насквозь. То есть выставить ему, как бы, ограничение еще дополнительно можно. Ну, также, как бы, у конкурентов тоже похожая система есть, там кнопка переключения. Тут это просто вы сами выбираете. То есть если отрубки материал, не хотите, чтобы он ударом там тот же кирпич разбил, то есть можно на небольшой мощности это работать, он будет ограничивать. Также бесщеточные, уже антивибрация тут поинтереснее сделана. То есть ручка, аккумулятор, все это отдельно, как бы, подпружинено. То есть вибрация от байка, она не передается на инструмент. Ручка антивибрационная, то есть это такая пассивная антивибрация. Ну и вот то, что он оканчивает. Ручка антивибрация идет. И вот сама вторая ручка, вот она тоже. Это пропускается отверху, но это мощно, минимум аккумуляторно. То есть не отбивает уже в руку. Что есть еще самая маленькая, допустим, компактная, может быть, ну типа как? Самая маленькая, это вот то, что у нас, кстати говоря, в акциях очень часто. Она есть уже даже на таком же 18 вольт, есть на 12 вольт даже ниже аккумулятора. Полностью по корпусу аналогичная будет. Один и два джоуля, тоже антивибрация присутствует. Но уже двухрежимный, то есть уже чисто, ну боя тут нет, очень слабый бой. Используют очень часто наши мастера, покупают переходник, патрон, и как один инструмент. То есть вот приехал кухонщик, ему надо там сколько, 4 отверстия в бетоне, и потом 4 там саморезика закрутить. Вот один инструмент он взял, он взял 4 отверстия, поменял голову на битву. Закрутил все, один инструмент он пошел. Аккумулятор чисто отбойник и чисто вот VR-FSD SMAC. Пошли пока они тут занимаются, поровнемся. О, купишки какие-то эти. Пока никто не видит, что-нибудь подзырим. Вот, кстати, ребята, вот эта вот вещь очень нужная у нас в работе, это пистолет для герметика. Вот, когда особенно большой объем, если делаем там какие-то багеты, плинтуса, то очень сильно болит рука выдавливать герметик, он очень трудно идет. А это вот такой электрический, блядь, нет этого аккумулятора. Вот, короче, такая вот от Макиты штука, кстати, наверное, будем покупать. Крис работы вот оттягиваем, вставляем сюда тубу с герметиком, и аккумулятор, естественно, должен быть. Нажимаем кнопочку, и поршень толкает и выдавливает тем самым герметик. Очень, кстати, нужная вещь, в нашей особенно работе. Пока никто не видит, что-нибудь для себя подзырим. Интересно у нас. Так, фен. Кстати, у нас фена, бля, до сих пор нету профессионального. Вот, наверное, тоже, ребят, мы прикупим. Шпилечник. Вот, шпилечек Макиты, аккумуляторный, кстати. Потому что у нас есть шпиличники, но от компрессора. Блин, что прикольно, аккумуляторный оборудование, потому что на самом деле, когда едешь на какую-то узкую, тонкую задачу, да, то есть не надо дохера этого всего вести. Вот, и сейчас я вам покажу. Мы специально приехали на бурельно-сверлильное оборудование. Вот оно там лежит, дофига аккумулятора. В чем есть прелести. Вот, здесь видим шпильщик аккумуляторный, потому что у нас, говорю, повторюсь, с компрессором. То есть тянем компрессор, хоть он и небольшой, да, тянем там шпиличник и выполняем там задачу по монтажу дверей, там плинтусов и так далее. А тут уже вот есть сразу маленький аккумуляторный чемоданчик маленький взял и как парень пришел, выполнил задачу. Аккумуляторный вот, вот сюда. Вот, то есть видим, есть система защиты, да, то есть пока не нажали, не будет стелять и... Да, он здесь снимет груз, все какой. Оставляет шпиличка у нас настолько глубоко. А где пылесос к нему? А, оп, все, встал. Такой реально, блин, как пулеметчик все чувствует, блин. У меня... Оп! Не с**л. Ну и норма перехода. Не от того. Вот, я про то и говорил. Это сразу видно совсем другой. Я конкурс такой делаю иногда, его надо на скорость собрать. А, сноритесь к работе целиком, да. То есть, это все зафиксирую, акумы достаю, пылеудаление. То есть... О, низко работает. Димоз ты снимаешь? Да, да. Так, можно уже. Да, не надо. Ну, это же, конечно, не надо. Ну, вот, видим, что можно, короче, разстрелу поставить, как бы. Да, да. Вот. И, когда упирается, начинает. Можно также просто ограничитель переставить. Ну, просто механически, то есть, он и не будет дальше заодно. То есть, вот, грубо говоря, улучшенная версия вот этого ограничительства. То есть, который уже будет на пылеудалении работать. Можно... Дай. Не целиком. Ага. Фиксировали. Вот она максимально. А можно, в принципе... Сейчас. Вот ограничиться таким вот образом. То есть, надо работать в этом диапазоне. Ребят, что хотел сказать, что у нас много оборудования Макиты есть. Вот. И сейчас вот на презентацию с Александром. Вот. Увидели для себя такую штуку. Чем полезно? Сразу два в одном, грубо говоря. И пылесос, и перфоратор. Потому что обычно, когда едем на какую-то узкую задачу, нужно тянуть с собой сетевой большой пылесос, перфоратор. То есть, много чем надо. Здесь все компактно. Вот. Взяли с собой такой вот оборудование небольшое. Приехали. Все сделали. Не надо там опять все в гору вести, раскладывать. Короче, вот эта штука нам очень понравилась. Я думаю, что в ближайшее время мы для себя ее приобретем. Кстати, опять же, вот. Хочу показать. Есть гаситель ударов. Как здесь, так и вот на этой ручке. Видно вообще, да? Как она крутится? То есть, когда идет вибрация, это все у нас гасится. Вот. Ну и опять же, два аккумулятора. Вот. В сумме дают 36 вольт. Вот, ребят. Есть еще вот такой вот аналог малышек. Вот. У него принцип работает немножко другой. Тот работает активный пылесос. Этот у нас пассивный. То есть, за счет того, что клетчатка крутится. Лава хамутится. Ну, нагитается воздух и пыль засасывается. Там же конкретно в той модели, которую я показывал, вот. Двух аккумулятором. Там конкретно под аккумулятором работает и пылесос. Итак, друзья. Благодаря Александру познакомились мы с новинком оборудования. И второму Александру, который нас сюда, в принципе, пригласил. Им большое спасибо за подробный обзор, там так объяснение. Показ, не знаю, плюсов данного оборудования. Особенности подводные камни. Большое спасибо. Будем обязательно мы покупать. Как я уже говорил, у нас уже масса данного оборудования есть. Так что, я надеюсь, вам была полезна данная информация. Всем спасибо. Всем пока.